Если бы не Резонанс в обществе, я бы, может быть, осталась дома и посмотрела бы его потом уже позже в интернете. Но так как вот, ну, как сказать, во-первых, его разрекламировали очень, во-вторых, то, что в каких-то городах запретили и вообще не закупили для показа. Мы хотели поехать в Москву, потом узнали, что Риву все-таки закупил, и мы с дочкой решили. Во-первых, нас исторические картины, в принципе, интересуются, ну и вот второе, то, что вот в обществе как бы резонанс. Мы бы в любом случае этот фильм посмотрели, ну, может, там на DVD или еще как-нибудь, но вот шум сподвиг нас на то, чтобы прийти в кинотеатр. Она достаточно такая яркая фигура в нашей русской хореографии. Кстати, она впервые сделала 32 фото. Итальянцы до нее вот делали 32 фото. И наши, к сожалению, балерины никак не могли это исполнить. Она узнала технику, поэтому это ее заслуга. Ну и потом история, конечно. Хочется посмотреть, как это интерпретировали наши современники. Такую достаточно пикантную ситуацию. Впечатления остались положительные. Я считаю, кто сходит, посмотрит этот фильм, не пожалеет. Побольше бы таких фильмов, я считаю, для людей это было бы очень прекрасно. Почему? Потому что на таких фильмах воспитывается взаимоотношение, чувство. И, как говорится, за Россию не обидно, а наоборот гордиться хочется за то, что у нас такие люди, у которых такие большие чувства и такие вот большие были взаимоотношения. Я вот вышла потрясенная. Я верующий человек. Хожу в церковь. Я хочу сказать, что в моих глазах он ни капли не упал в моих глазах. И то, что его статус нынешний, нисколько я считаю, что он достоин. Фильм поставлен великолепно. Великолепная игра актеров. Я удивляюсь, почему такая шумиха, почему кто-то, не видя фильм, и что они, те христиане, которые выступили против, что они о себе думают, и как они себя считают, как они себя в этой жизни позиционируют. Великолепная игра актеров. Великолепная игра актеров.